Здравствуйте! Сколько не оттягивал я этот момент, но покупка торцовки она все равно неизбежна, и после нескольких месяцев выбора я все-таки решил себе купить торцовку Black Decker. Постоянные мои зрители видели, что я уже купил от этой компании распиловочный станок и, в принципе, ему очень доволен. Я думаю, покупка торцовки тоже будет оправдана и она меня не расстроит. Благо, у нее есть несколько фишек, которых, в принципе, даже у конкурентов не всегда встретишь. Начнем обзор с комплектации. Инструкция по эксплуатации на нескольких языках, фиксатор ручки выбора угла. Мешок для сбора опилок. Ну, сразу скажу, как и в распиловочном станке, так и в торцовке вещь совершенно ненужная, потому что с пылеудалением у этих станков есть некоторые трудности. Струбцина для зажатия заготовки. И сама торцовочная пила, нелегкая, на вид примерно килограмм двадцать, точно можно посмотреть в инструкции. Тут нужно отдать должное разработчикам. При всех возможностях торцовки она в сложном виде занимает очень мало места, что очень пригодится при ее транспортировке. В сложном состоянии ее держит фиксатор внизу ручки и если его отсоединить, пила становится в рабочее состояние. Фиксатор очень небольшой, но, мне кажется, крепит он пилу в этом положении очень надежно. Вставлю в свое рабочее положение фиксатор ручки, закручиваю его, так как эта пила из бюджетного сегмента, так что этот фиксатор он оправдан и позволяет более точно выставлять угол пропила. Для изменения угла пропила достаточно нажать клавишу наверх и повернуть пильный механизм на нужное значение угла распила. Механизм протяжки у этой пилы достаточно надежный, я не обнаружил никаких люфтов, но плавность подшипников оставляет желать лучшего. Но впоследствии, как оказалось при распиле, на это внимание особо не обращаешь. Вдоль направляющих можно скрутить шнур, предусмотренный пару кучков, чтобы смотать шнур для транспортировки. Также есть подвижные упоры, которые можно фиксировать. Хорошо, что есть отверстия, чтобы прикрутить противоскольный вкладыш или деревяшку. И тут же расположен отверстие для струбцины. Эти отверстия есть как с левой, так и с правой стороны. Для распила длинных заготовок есть у пилы и упоры. Они затянуты обычным болтом с шляпкой под фигурную отвертку. Ключ под шестигранник и крестовую отвертку лежит под одной из ножек пилы, что не потеряется. У пилы достаточно крупная шкала градусов, то есть можно легко выставить на любой градус. И дополнительно есть фиксатор на самые популярные углы. Сзади у пилы расположен достаточно крупный и удобный барашек, чтобы можно было наклонять пильный диск до 45 градусов. У большинства пил на рынке есть клавиша защиты от случайного опускания пильного диска. У этой пилы все устроено по-другому. Пилу можно спокойно опускать и система защиты встроена в кнопку пуска пилы. Люфт у диска я обнаружил только продольный, небольшой поперечного люфта я не обнаружил, что меня очень порадовало. Как я говорил ранее, у пилы есть удобная ручка с фиксатором, так что ее достаточно удобно переносить за эту ручку. Не могло не порадовать наличие винта регулировки глубины пропила. До конца еще не разобрался, как он работает. Пилы очень тугой ходят в своей резьбе, так что его, я думаю, надо сначала разработать. Сзади у пилы есть патрубок для подсоединения пылесоса. Но скажу сразу, большая часть опилок разлетается по сторонам, пылесос не спасает. Сверху на ручке расположены кнопки включения подсветки и сама клавиша пуска с защитой от случайного пуска пилы. В ручке небольшая кнопка, ее нужно при включении слегка отодвинуть. Там достаточно мягкая пружинка и кнопку уже дальше можно дожимать. У пилы нет плавного пуска, но я думаю, что в ручке найдется место для его установки. Для торцовки я в своей мастерской давно уже приготовил мишу, но размеры я подбирал под метаба, так как раньше хотел ее купить. Но жаба задушила, а оставленное место практически идеально подошло для моей новой пилы. Единственное, стол нужно чуть-чуть приподнять. Все-таки у пил с протяжкой достаточно большие габариты и чтобы не спотыкаться и не задевать эту ручку направляющую, то придется ее постоянно сдвигать в бок. Ну что, приступим к тестированию. Подключаю к пылесосу и внимательно если присмотреться, то вы увидите, как пыль разлетается по всем сторонам. Один из серьезных плюсов этой пилы это точное позиционирование. Некая световая мишень, когда с помощью двух лампочек, которые установлены по бокам от диска, создается тень от пилы и что помогает очень точно выставить место пропила. Это действительно очень удобно и очень трудно промахнуться. В моей мастерской пока что используется в основном сосна, но у меня есть пару досок лиственницы. Самый твердый, что у меня есть в мастерской. И попробовал на ней, и я уверенно могу сказать, что испытание прошло успешно. Выводы, конечно, делать рано о пиле я, как попользуюсь, наверное, еще в один обзор запишу. Скажу свои ощущения, мнения, точность пилы, как удобно ей работать. Первые впечатления у меня положительные. Все-таки компания Black & Decker это дочерняя фирма у большой компании DeWalt, которая делает очень хороший инструмент. И многие разработки они используют в бюджетном классе оборудования. Вот это пока все, что я хотел вам рассказать про этот инструмент. Если был вам полезен, обязательно поставьте лайк этому видео. Если будут какие-то вопросы, напишите в комментариях, я с удовольствием отвечу. До новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok